Привет! Пусть Ягова будет с вами. Сегодня я хочу рассказать про маленькие круглые щиты Яговы. Вот, например, земляника. Она вот маленькая и круглая. Это и есть маленькие круглые щиты Яговы. Почему они являются щитами? Почему они именно маленькие и круглые? Ну вот, потому что они круглые. Привет! Пусть Ягова будет с вами. Сегодня я хочу показать вам настоящие стрелы Яговы. Вот они. Это настоящие стрелы Ягова. И вы должны понять, для чего Бог Ягова создал эти стрелы. А если вы не будете понимать об этих стрелах, то Ягова сделает свои стрелы огненными. Приветствую! Сегодня я хочу рассказать про каменный уголь, что это изолятор молнии. Если вы смотрите этот канал первый раз, то рекомендую посмотреть все остальные видео, и вы узнаете, что такое изолятор молнии. Изолятор молнии – это целая система этого мира. То есть, все, что вы смотрите, вы смотрите на технологии Бога, на технологии изолятора молнии. Например, борода, усы, волосы, брови. Все это именно создано специально для изолятора молнии. Когда энергия молнии бьет на землю, она уходит под землю. Энергия исчезает. Потому что земля – это заземление. А каменный уголь, если молния туда попадает, энергия молнии проникает сквозь каменный уголь. Потому что внутри каменного угля нет метана. А вот в некоторых местах, например, под землей или в вечной мерзлоте, каменный уголь сохранил метан, свой собственный метан. Поэтому она способна изолировать энергию молнии. Метан, благодаря высокому давлению, изолирует вакуум. Вакуум, который создает молния. Потому что энергия не может проходить сквозь высокое давление. Она проходит только через низкое давление. Именно этот шум вы слышите. Шум грома. Удар. Она создает в себе вакуум. И через нее проходит энергия. После прохода вакуум обратно сокращается. Метан содержит в себе высокое давление. Она, конечно, не чистая. Она там с нефтью. То есть с жидкой нефтью, с битумом. Поэтому она создает там внутри каменных углей высокое давление. Именно этот метан и взрывается в шахтах. Поэтому перед тем, как создать шахту, делают буры и вставляют туда трубы. Чтобы нефть, этот метан выходил из каменного угля. Так они разрушают сначала свойства изоляции молнии. То есть освобождают метан. Потом начинают создавать шахты. Но это не опасно, потому что каменных углей в мире очень много. И еще сейчас вся наша экономика будет служить именно для изолятора молнии. Чтобы создать по всей поверхности Земли изолятор молнии. То есть искусственный каменный уголь. Наши технологии дошли до того, что они могут изолировать энергию молнии с помощью разных пластмассов. Там всяких пленок. То есть это уже не проблема. Можно от любого места выкачать нефть, метан. И с помощью этой нефти, метана создавать каменный уголь. Посмотрите на животных. Есть такие животные с иголками. Ёжик. Но они буквально показывают, что именно энергия выходит от иголок. А если обратите внимание, то любое животное имеет пух. Ну, пух, маленький пух или усы, через которого энергия выходит. Энергия молнии, которая распространяется над каменным углем, она выходит от этих иголок и создает озон. И на Земле тоже много моха, там много травы, хвойные деревья. То есть вся Земля превращается в этот, в чистый озон. А озон – это дезинфектор, ну, дезинфекция. Создает дезинфекцию, то есть она разрушает любые свободные бактерии, там, РНК, то есть вирусы, то есть разные вирусы уничтожает. Почему именно в природе создаётся такое обильное, ну, озонация, да? Потому что это всё происходит, когда идёт дождь, в холоде. Именно из-за холода, когда у людей охлаждаются половые органы, у них начинается вырабатываться гормон дегидротестестерон. Она вырабатывается в половых органах, а тестостерон вырабатывается надпочечником. И надпочечник, который вырабатывает тестостерон, и весь этот тестостерон, она полностью превращает в дегидротестестерон. Дегидротестестерон отключает иммунную систему. Для этого есть две причины, о которых я знаю. Первая причина – это беременность. То есть, женщина может забеременеть от другого человека, ну, то есть, от мужчины, да? Только тогда, когда у неё много дегидротестестерона. То есть, это во время дождя в изоляторе молнии. И в это время они могут заболеть, потому что у них нет иммунной системы. И чтобы они не заболели, происходит сильная озонация и как бы полная дезинфекция, да? Вот. И вторая причина, почему это нужно, ну, почему нужен дегидротестестерон. Дегидротестестерон нужен ещё для омоложения. То есть, новые клетки, новые рынка происходят с помощью этих разных химических соединений там. И чтобы иммунитет не разрушал, вот, вновь строящиеся, ну, вот, клетки, да? Для этого нужно, чтобы на короткое время был отключён иммунитет. Вот эти два причины, почему именно Бог сделал так, чтобы у человека отключался иммунная система. А что такое иммунная система? Иммунная система – это бактерии, которые разрушают любые чужеродные вот такие информации, то есть, РНК, да? Даже если у человека вошло какое-нибудь чужеродное РНК, иммунная система начинает разрушать собственные клетки человека. То есть, иммунитет может убить человека. Вот. Но это уже отдельная тема, но я бы хотел ещё более рассказать про изолятор молнии. Вот. Вот этот дегидротестестерон, он меняет сознание человека. То есть, у человека вырастает желание плоти, да? Но он уже начинает, как бы, искать себе половину, то есть, начинает искать себе половину. И... И всё это происходит, да? В изоляторе молнии. Ну, ночью, когда идёт дождь, холодно, и всё светится. То есть, в абсолютной темноте люди начинают светиться. Вот. Брови, борода, усы. Всё это начинает светиться. И люди, как бы, женщины и мужчины встречаются, и, как бы, они создают нового человека, да? Вот. Но создание дегидротестестерона тратит тестостерон, потому что из тестостерона создаётся дегидротестестерон. И при создании дегидротестестерона из тестостерона тратится полностью тестостерон. То есть, у человека не остаётся тестостерона. То есть, у человека вообще нет гормона радости. Из-за этого он может быть очень злым, потому что ему уже ничего не будет радовать. Он будет злым, очень злым. И поэтому Бог Ягова, предвидев всё это, заранее сделал так. Чтобы люди боялись Бога и отходили от этих злых дел. Поэтому он дал людям законы. Но всё равно, даже после этого, люди могут сделать какие-нибудь неправильные шаги. Какие-нибудь согрешения, преступления. Поэтому, предвидя это, Бог отправил на землю своего сына, Ишуа Машьяха. И Он учил людей, как любить Бога, как любить своих ближних. И Его убили. То есть, Он принёс в Себя жертву вместо нас, вместо наших грехов. Которых мы будем совершать в будущем и которые совершаем сейчас. И таким образом, Ишуа Машьях умер за грехи этого мира. Таким образом, Бог примеряет мир с собой. Поэтому, изолятор молнии, каменный уголь, технологии Ягова Бога, это завершающий этап Благой Вести. То есть, каменный уголь, изолятор молнии, это и есть царство Бога, царство Ягова Бога. Это царство Ягова, которое проповедовал Ишуа Машьях. Свидетели Ягова проповедуют об имени Ишуа Машьях. То есть, сейчас мы приближаемся к заключительный этап, но это будет происходить не сразу, а очень утомительно и долго. Потому что люди не понимают, что такое изолятор молнии, потому что их с детства учили о другом. Например, о том, что растения создают кислород из углекислого газа. О том, что каменный уголь, это отложение растений. Нефть был образован из жира животных. То есть, люди не понимают, потому что они не знают. Они знают, потому что они не хотят в это вникать. И вот ещё, что нужно сделать. Вы всё равно будете использовать эти технологии. То есть, технологии изолятора молнии. То есть, всё равно вы будете использовать аппараты омолаживающие. Потому что человечество уже перестанет умирать. Даже уже с сегодняшнего дня вы можете перестать стареть. Просто вам нужно одеть тёплые трусы, тёплые носки. И у вас будет образовываться много гормона тестостерона. И этот тестостерон будет давать вам радость. А если вы будете ходить в одних штанах, в одних трусах, в одних носках, в холодной ботинке. И гулять по улице, где ветер. У вас обязательно будет образовываться гормон дегидротестостерон. И вам всё будет как бы нерадостным. День будет невесёлым. Потому что у вас не будет гормона радости. Из-за этого можете пойти купить в магазине алкоголь. Ну, как-то быть радостным. Но это как бы всё неправильно. А оказывается, рецепт прост. Ну, чтобы быть радостным, надо всегда одеваться в тепло. Вот. Но при этом нужно понимать, что ваш иммунитет будет очень сильным. Если у вас начнётся какая-нибудь болезнь, потому что вы ходили без иммунитета, и иммунитет начнёт как бы уничтожать вот эти болезни, то вы можете прибегнуть таким методом, как антибиотики. Антибиотики принимать не стоит, потому что из-за них вы можете умереть от рака. Потому что побочные действия, отсутствие иммунитета – это кандида, кандидоз. Вот. Поэтому, если вы заболеете сильно, то можете вновь снять тёплые трусы, тёплые носки, и тогда вы перестанете, ну, как бы, болеть, да? Потому что у вас иммунитет обратно выключится, а потом обратно нужно одеть. И тогда уже вы не будете болеть, потому что, когда вы начали, ну, болеть, иммунитет уже знает, с чем бороться. И когда иммунитет отключается, потом обратно включается, вы получаете как бы прививку от этой болезни, и уже не будете болеть. Вот. Когда у вас поднимается температура, температура поднимается для одной цели, чтобы повысить температуру тела, а при повышении температуры тела выходит водород от гидридов, да? Этот водород уничтожает гидроксилорадикала. Гидроксилорадикал выходит от перекиси водорода. Перекись водорода выходит от иммунных клеток. Иммунные клетки дают этот перекись водорода, чтобы разрушить. Опять же, с помощью перекиси водорода. И иммунная система понимает, что выпускается много перекиси водорода, поэтому начинает нагревать тело человека. Почему иммунитет нагревает тело человека? Потому что именно при нагреве выходит из гидридов водороды. Водороды нужны для борьбы с свободными радикалами. ООН ООН Выходит, когда есть перекись водорода. А перекись водорода нужен для того, чтобы уничтожать чужеродные элементы. Даже кровь чужого человека. Еще есть такие аппараты, ну это я рассказал про трусы, а есть еще такие аппараты, как АСУ, аппарат, снимающий усталость. Это два электрода, которые через тебя тянут электроны и от ног тянут водород. Этот водород входит в человека и разрушает это гидроксилы радикала. Я положил одну ногу в плюс, другую ногу в минус. При этом, что происходит? Электричество с батарейки с одного таза через воду проникает в меня, через меня идет в другой таз. Поэтому плюс притягивает минусовые молекулы в воду. Таким образом все свободные радикалы анионы они идут к плюсу, а все тяжелые металлы они идут к минусу. Но чтобы увеличить эффективность, мы сюда бросаем древесные угли. Вот так. Берем, бросаем, сидим и бросаем. А есть еще аппарат омолаживающий. Это чистая технология изолятора молнии. То есть точная копия. Там тоже включается генератор высокого напряжения, создается внутри водород и энергия выходит от волос и отрицательные электроны притягивают к очиону водорода. Так стимулируется кровь, столовые клетки и человек как бы омолаживается. Для этого нужно выдержать более 4 часов 5-7 часов. Этот аппарат как бы работает на высоком напряжении для стимуляции крови под волосами. Для этого нам нужен генератор высокого напряжения плюсовая и вода обогащенная водородом. И через 4 часа по книге американских издателей и когда энергия молнии вылетает от волос она под волосами начинает стимулировать кровь в течение 7 часов превращая ее в стволовую клетку. То есть есть вот такая научная книга книга где говорится что когда энергия проходит через вот через кровь она постепенно кровь превращается в индуцированную кровь то есть стволовую клетку. Там была лаборатория где проводили исследование над индуцированием человеческой крови и у них получилось примерно индуцировать через электроды в течение 4 часов. Мои исследования о изоляторе каменного гуля показали что молнии на изоляторе происходит примерно 7 часов. Подражая этому изолятору молнии создавал статические генераторы чтобы мои волосы вставали дыбом и под ногами пускал много катионов водорода аниона гидрокарбоната чтобы максимально приблизить эффект каменного угля. Ну после этого у меня появились какие-то странные белые пятна на коже вот например вот вот здесь а еще есть странные пятна в ногах в обоих ногах где я ставил таз с водой где было много водорода здесь еще в этой технологии используются гормоны а именно гормон тестостерон тестостерон и гормон дегидротестостерон то есть если человек ходит постоянно в тепле у него много тестостерона а когда идет дождь у него появляется много дегидротестостерона вот и когда вы будете стоять на аппарате омолаживающем вы должны стоять в холоде и именно в этом в холоде образуется гормон дегидротестостерон тестостерона то есть сначала у вас будет гормон ну как гормон желаний да а после этого у вас не будет гормона радости вот это самое опасное что есть в этом технологии изолятор молнии каменный уголь поэтому именно именно по этой причине нужно изучать священное писание перевод наука мира чтобы научиться контролировать себя ну то есть свой мозг да но это еще не все даже если вы научились контролировать себя то то что вы смотрите в телевизоре в ютубе в этих разных приложениях все это будет входить и мешать вам как бы быть нормальным человеком да то есть именно гормон дегидротестостерон она побуждает человека как бы действовать а человек действует того что он знает да поэтому я рекомендую если вы будете проникать изолятор молнии то есть царство бога то вам нужно отказаться от просмотра телевизора от просмотра кино то есть отказаться от всего то есть что предлагает этот мир потому что она разрушает как бы человечность ну делает человека злым да и и все это происходит когда у человека много гормона радости он обучается всему этому он смотрит и ему как бы это не мешает да но когда человека образуется гормон дегидротестестерон он уже начинает думать совсем по-другому и то что он смотрел злые фильмы может войти в его голову поэтому нужно перестать уже смотреть и телевизор и кино и вообще все все злое потому что если вы не изменитесь вы все равно не сможете как бы выжить в изоляторе молнии каменный уголь то есть каменный уголь дает вам бессмертие вечную жизнь вы бы вы не будете стареть если даже будут поврежденные органы они они восстановятся но чтобы использовать это вам обязательно нужно как бы изучать то есть проникать в новые сферы жизни то есть учить священное писание и отказаться от старого то есть от просмотра телевизора кино и тому подобное вот еще что такое каменный уголь изолятор молнии каменный изолятор каменный уголь это изолятор молнии и энергия которая распространяется по поверхности земли она замыкает древесные угли энергия молнии замыкает древесные угли точно так же мы видим что здесь выходит водород и теперь я хочу показать что это именно водород путем путем сжигания водорода водород я буду сжигать прямо здесь доказывая что это чистый водород так мы видим что здесь водород не взрывается а горит значит это чистый водород атомарный то есть это никакой не газ брауна а именно водород если был бы газ брауна она бы взорвалась когда замыкаются древесные угли с дождевой водой происходит создание новых гидрокарбонатов то есть углерод водный углерод и создается атомарный водород атомарный водород сохраняется в атомарном состоянии если есть плюсовое статическое напряжение а энергия молнии это и есть плюсовая статическая энергия то есть вся земля по всей поверхности земли будет атомарный водород атомарный водород соединяется с любой с любой молекулой ну с любой активной молекулой если она не находит этой активной молекулы она соединяется между собой то есть два атомарных водорода соединяются и создают молекулярный водород. Когда идёт дождь, начинают расти грибы. Гриб своей шляпой сохраняет водород, который поднимается. И таким образом ядовитые грибы становятся съедобными. То есть гидрид – это тяжёлый металл, то есть пустой гидрид – это яд. А полный гидрид, то есть с водородом, она уже не яд, а антиоксиданты. Это, по-моему, удивительно, то, что грибы сохраняют водород. Любые грибы – это и есть, как зонтик, они сохраняют водород, который поднимается вверх. А другой водород, который не попадает в гриб, она уходит в небо. Она сохраняется в небе, и там она защищает нашу планету от метеоритов. Ну, падающая метеорит, например, большой кусок льда, она попадает в атмосферу и начинает гореть. Сгорает полностью и уже как бы не падает на землю. Это именно водород защищает нас. Ещё водород, она сохраняет свет Солнца и превращается в радиоактивный тритий. Третий испускает бетаэлектроны, это быстрые электроны, а быстрые электроны разрушают озон. Озон разрушается, превращается в кислород. Вот, кислород и ещё катион кислорода, то есть, ну, обычный кислород. Атомальный кислород, да? Кислород и атомальный кислород. Этот кислород падает на землю, вот. То есть, не растения создают кислород этим, а озон создаёт наш кислород. То есть, мы когда вот тратим много древесины, много бензина, газа, мы разрушаем озон. Ну, она сама разрушается, потому что бетаэлектроны разрушают её. Вот. Ну, так создал наш Бир, наш мир, Бог Ягова. Поэтому всё-таки работает. Вот. Это для чего? Наверху у нас будет много топлива. Мы можем её сохранить в баллоны, баллоны с гидридом, и опускать на землю. И использовать этот водород для вырабатывания электричества. Ну, электричество на дому, электричество на машине, электричество в офисах. А ещё этот же водород мы можем использовать как топливо для ракет в полёты, другие галактики, другие планеты, другие, ну, по всему космосу, чтобы летать. Да. Вот. То есть, у нас топлива будет очень много. Ну, вот. То есть, это, по сути, бесплатное топливо. Вы же сами ищите по всему интернету бесплатное топливо, бесплатное топливо. Но я вам предлагаю топливо, которое абсолютно бесплатное. Это водородное радиоактивное третьевое топливо, которое создаётся с помощью энергии молнии. То есть, энергия молнии падает на землю, распространяется через древесные угли, потому что не проходит через каменный уголь, потому что каменный уголь содержит метан. Вот. Метан высоким давлением изолирует вакуум молнии. Вот. Таким образом, создаётся по всей поверхности каменного уголя много атомарного водорода, который превращается в молекулярный водород, поднимается наверх, и от энергии Солнца, заряжается энергией, сохраняет в себе один нейтрон, два нейтрона, превращается в радиоактивный третий. То есть, источник нейтронов, источник тепловых нейтронов. Вот. Примерно такая же техника и в углекисловом газе. Углекислый газ тоже поднимается наверх и сохраняет в себе тепловые нейтроны. И из изотопа углерода 12 превращается в изотоп углерода 13. И падает на землю в виде этих, этих. Когда углекислый газ соединяется с водой, энергия освобождается. Так как создаётся новый химический элемент и карбонат. Или просто карбонат. Не знаем, что такое карбонат. Карбонат – это обычная почва. Вот. Вот такая почва падает именно во время грозы. Здесь уже не выходит с этими пузырьками, не выходит не углекислый газ там, а именно чистый водород. Можно это проверить ещё с помощью пакета. Собрать её и пустить. Она уже начинает подниматься. Ну, значит, это именно чистый, чистый водород. То есть, анион гидрокарбоната, она остаётся в воде. Ну, как говорил, это тоже проверяется с помощью обычных электродов плюс-минус. Ну, в течение нескольких дней, времени, если эти анионы соединяются с тяжёлыми металлами, то есть, открытым металлом, она превращается в обычный карбонат. То есть, обычную эту почву. Итак, вот обыкновенная почва. Вот, вот что мы в результате всего этого получаем. Это почва, на котором растут растения. Карбонатов, да, то есть, почва. Обычная почва. И при соединении углекислого газа с водой освобождается энергия. Много энергии, и эта энергия падает на землю в виде положительных позитронных энергий. То есть, падает, как молния на землю. Вот, вы видите, вот, когда падает молния, большой, большая искра, да, это на самом деле не чистая молния. То есть, она падает на землю, энергия плюсовая падает, но отрицательная поднимается наверх. И поэтому происходит такой взрыв. А молния должна быть более мягкой. Ну, то есть, она падает и должна распространяться по всей поверхности земли. Ну, заряжая всю землю положительными электронами, да. Вот. Еще, наверное, вы все видели такой фильм о планете Пандора. Там были такие эпизоды, где ночью все светилось. Ну, все растения светились, люди, насекомые. Это на самом деле наша планета. Ну, то есть, наша планета точно так же начинает светиться ночью. Такие места на планете есть. Даже в Ютубе. Можете посмотреть в плейлистах на моего канала «Действующие изоляторы молнии». Там вы найдете, ну, вот, как вот в природе у людей волосы стоят дыбом, а от рук начинает исходить энергия, и они начинают светиться. Ну, ночью начинают светиться. Вот. То есть, то, что я рассказываю, на самом деле существует на этой планете Земля. Вот. А к тем, кто изучает Библию, но не верит моим словам, то вам будет судьей Моисей. Посмотрите на Моисея. Когда он разговаривал с Богом и вышел с двумя скрижалами, его лицо светилось, от его лица исходили лучи, и это видели Аарон и другие люди. То есть, это на самом деле происходило. Точно так же светился и Иешуа Машьях. Иешуа Машьях говорил, «Вы не умрете, но увидите царство Бога». И поглазал это царство Бога, то есть, изолятор молнии в действии Петру. И он как бы начал светиться. Всё было в свечении. Вот. И Петер не понимал, что происходит, и он говорил, «Я поставлю вам шатёр». Вот. Хотя не понимал, о чём он говорит. Вот. То есть, царство Бога – это каменный уголь, изолятор молнии, технологии Ягову Бога. С помощью этих технологий вы можете восстановить экологию. Но если даже вы не будете восстанавливать экологию, каменный уголь находится под вечной мерзлотой. То есть, с глобальным потеплением появится каменный уголь, который будет создавать новую атмосферу. То есть, водород и озон с помощью воды океана. То есть, если уровень океана поднимется на несколько метров после расстояния от полярных шапок Герландии, Якутии, океан поднимется на несколько метров, если даже поднимется, то быстро опустится. Потому что будет создаваться много озона. Потому что каменный уголь, она сейчас как бы в консервированном состоянии находится под вечной мерзлотой. Вот. Такой изолятор молнии есть в нашем районе. Летом можете даже побывать в этом месте. Потому что я каждый год стараюсь идти туда, искать. И каждый год хожу. И примерно знаю, где она. В моих видео есть про это. Там целых семь часов бьет молния. На одном месте бьет молния. Молния. И это все происходит на вершине горы. Ну, как Моисей поднялся на гору. Вот так нужно нам и подняться, как Моисей, на гору. На гору Ягова. Вот. И при этом увидеть все это. Ну, как бы, изолятор молнии в действии. Вот. Друзья. Сегодня прибор показывает совсем другие значения. Не такие, как вчера. А совсем иные. Смотрите. Она уже показывает 248 микровольт. Даже она растет. Растет, растет. Вот здесь она уже, как бы, ничего не показывает. Потому что она выше. А вчера она показывала, где-то 40 микровольт. А сегодня видите, какое напряжение. То есть эта сторона плюс, а эта сторона минус. Интересно. Будем наблюдать. То есть каменный уголь, изолятор, молнии захватывает все области этого мира, всю планету и всю вселенную. То есть то, что вы смотрите, то, что вы читаете, то, что вы изучаете, то, что вы видите, все вокруг, это все для изолятора молнии, для каменного уголя. Это все технологии Иегову Бога. И что в будущем уже в некоторое время, через некоторое время произойдет. Я, конечно, вам скажу будущее, хотя это не мои слова, а я это прочитал в Библии. То есть будет день Иеговы. День Иеговы это огромная сильная война. Об этом говорил Иешуа Мошиах, царство будет воевать царством народы с народами. А в Висайи говорится, что в Египте будет День Иеговы и царство будет воевать царством и народы с народами. То есть вся война будет в Египте. Египет это фундаментальная наука. То есть вся наша фундаментальная наука это Египет. А все, кто имеет высшее образование, все они египтяне. То есть все, кому нравится наука, тот, кто изучает науку, египтяне. Вот. И эта война и День Иеговы наступит в Египте. То есть фундаментальная наука полностью проиграет. Потому что она будет воевать между собой. Наука будет воевать с наукой. Академики будут воевать с академиками, профессора с профессорами, ученые с учеными. потому что все, что я говорю, я говорю именно для науки, для фундаментальной науки. А если вы не понимаете, то это уже ваши проблемы, а не мои. Потому что все, что я должен был сказать, я уже сказал давным-давно. но не перестаю говорить, потому что хочу, чтобы вы все это знали и понимали. Потому что все это не зависит от меня. Это зависит только от времени, который назначил Бог Ягова. Спасибо за внимание. Мне в этом году уже не суждено вам показать изолятор молнии в действии. Потому что гроз скорее всего в ближайшее время не будет. И сегодняшний мой день по поиску этих этого щита и этих горящих стрел закончилась неудачей, конечно. будет буду ждать следующего года. в течение этих десяти лет я записал для вас много видео и много рассказывал, писал в интернете. и теперь для вас есть как бы много материала, чтобы вы сами начали исследование. и так приступайте к пониманию изолятора молнии каменный уголь. потому что будущее человечества связано именно с изолятором молнии каменный уголь. А вам всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, смотрите мои видео и комментируйте. Отвечу всем спасибо за внимание. вот свечение волос. Видите? Это свечение волос. вот такое вот свечение волос. Это свечение это первая в мире съемка свечение волос. Смотрите в моем канале еще не было такого видео. А это стоит сам аппарат. Я на этом пляже нашел этот какой-то странный кость. Скорее всего от допотопного зверя. Потому что она вышла с этим морским песком. Когда этот вода прорвала она нашлась смотрите вот песок видите чистый чистый обычно говорят грибы ядовиты раз гриб ядовит значит она содержит в себе активные химические элементы. вот эти химические элементы соединяются с атомарным водородом. Это называется шампаньон или гриб. Приятного аппетита! Шампаньон